Это идеологическая часть, а язык, он отличается? Он такой же, как в Ригведе, он такой же, как у, значит, не знаю, у Шанкары. Язык, он какой? Язык, язык, он так называемый, можно его так, ну, по крайней мере, в университетах его называют эпический санскрит, хотя, честно говоря, вот я бы не сказал, что он настолько отличается, вот, практически он очень мало отличается от классического санскрита. В Махабхарате, в языке Махабхарата отличий можно найти гораздо больше. Я лично практически, вот сколько я не читал, я всю роману, конечно, не читал пока еще на санскрите, но таких специфических, эпических, непониньевских форм я не находил, то есть это практически санскрит, да, санскрит. И форма, это, как уже сказано, в двух основных стихотворных форме, она штука, и три штука, да, то есть то, что, может быть, русский читатель более знает, как шлока, эпическая шлока, и вот одиннадцатый сложник написан с точки языка, то есть это практически на 90, может быть, 95 процентов, это обычный, обычный, известный всякому санскритаману или студенту, санскрит, это санскрит, за какими-то редкими исключениями особых форм, скажем так, нестандартных с точки зрения классической грамматики, но их не так много. И Рамайна считается, еще она интересна тем, что она считается Ади Кавьем, первое поэтическое произведение, то есть Вальмики считается таким первым поэтом, классиком. То есть, получается, язык Рамайна отличается, все-таки от языка Магабхараты, когда и та, и другая написаны вроде Вануштубхам, то есть большинство стихов. Рамайна, по моим наблюдениям, я сейчас как раз уже несколько месяцев читаю еженедельно, подробно читаю, медленно, подробно читаем, разбираем, переводим Рамайна с одной ученицей. Ну, вот я могу сказать, что она, конечно, язык отличается особой образностью, и наряду с тем, что, ну, наряду с действием, то, что называется action, да, наряду с тем, что там, конечно, какие-то вещи происходят, одна декорация сменяет другую, там очень много описаний, да, там очень много подробнейших описаний. Например, вот в том месте, с которого я начал, начало Араниканды, да, то есть, вот это вот, ну, лесного раздела, можно сказать, Араникандам, Араникандам, да, говорится о том, как Рама вошел, и вот он говорит, что он увидел, войдя в этот вот лес, который называется Дандакараникандам, по имени Царя Дандака, он увидел Ашрама, там, территорию Ашрама, то есть, территорию лесной обители, лесных аскетов, и дальше, примерно, на, идет девять или десять стров, где подробнейшим образом описывается красота этого места, да, вот целая, целая такая вот, вот, целый кусок текста, где идет описание, вот такое у меня, с всякими моими пометками размеченной, да, где, говорится, вот, очень красивое дается описание, да, какие там прекрасные были деревья и птицы, насколько там проникнуто все это место миром, и даже Рама, когда туда вошел, он был, ему было положено тетиву снять с лука, знак не просто аскетам, а всем этим животным, что он сюда пришел не охотиться, потому что ни в коем случае нельзя в месте обитания вот этих вот святых отшельников убивать какое-либо живое существо, и там вместе дикие с с травоядными животными, так сказать, возлежать вместе, идиллическое место, практически вот рай на земле, исполненные щебетания птиц, и воскурений от жертвоприношений, и полные замечательных прудов, наполненных лотосами, и так далее, и так далее, очень красивое описание, ну, по моим наблюдениям, вот эти описания, описания лесных обителей, ашрамов, они очень похожи, есть, допустим, в Магамгарате описание ашрама, где жила Шакунтала, собственно говоря, откуда Каледаса взял материал, так сказать, первичный материал, да, необработанный для своей великой драмы, Шакунталам, да, Шакунталам, да, Шакунталам, Каллиям, да, ну, вот в Ромае не очень много таких описаний, то есть много описаний, а что значит много описаний, много композитов, да, ну, и, наверное, вот мои студенты уже сколько, 9 месяцев, да, каждую неделю занимаются, знают, что истолкование композитов бывает сложных слов, английский бывает очень непростой задачей, ну, и вот я считаю, что Ромае прекрасно дает нам такую возможность углубиться в это, ну, иногда одно предложение может растянуться на несколько шлок, на две, три, четыре даже шлоки, ну, потому что все какие-то... Ну, даже с половинкой, на три с половиной, например, на... Да, 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 следующее предложение может со второй половины шлоки начаться, да, ну, что, наверное, да. То есть, это что получается? Язык уже более, что ли, викиеватый, чем в Махабхарате, но это еще не Каледаса, это что-то... Нет, я бы не назвал, я бы сказал, почему он Кавья, там очень много сравнений, очень много сравнений, которые вот... Либо сравнений, либо метафор, ну, сравнения, они формально, в чем сущность сравнения, они должны иметь некое сравнительное словечко, либо Ива, либо Сама. Но вот я подсчитывал, в Ромае не в два раза чаще встречается Ива, чем в Махабхарате даже. Да, 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 при всем этом не только Ива, да, сравнительное там Садреша, Сама и целый ряд других слов, которые обозначающие подобные, да, вот кто-то там, допустим, вот этот Ашрам, который был подобен там... Да, вот эта территория Ашама, Ашама-Мандалам, да, который был подобен Сурьям-Мандалам, он светился подобно кругу солнца, да, подобно солнечному кругу, он был весь исполнен света. Например, в самых первых процитированных мною двух шлоках был Тапасашрама Манданам, он увидел Рама Дадаршан в перфекте, Дурдаршан трудно неуязвимый достаточно, трудно или труднодоступный, вообще Дурдаршан неуязвимый, и здесь созвучие есть Дурдаршан, Сурья Ашрама Мандалам, и вот эта труднодоступная территория Ашрама Мандалам, она была подобна Ядха Прадибтам, Дурдаршан, Гагане Сурья Мандалам, подобна солнечному кругу, находящемуся в небе, и который был Дурдарша, на который трудно смотреть было, Дурдарша, Дурдарша, Ашрама Мандалам, Сурья Мандалам. То есть постоянное какие-то уподобления. Да, 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 постоянное уподобление, потом игра даже звуками, да, это называется Ану Праса, да, на русский поэтике. Вот, то есть всяких аллитераций, да, множество аллитераций. Красивый язык, да, что и говорить, он красивый, но в нём, может быть, нет, конечно, той вот ещё изысканности уже классической кавьи. Так может, это и хорошо, что в нём ещё нету? Ну, это делает, это делает тем самым, конечно, этот язык Ромаина более понятным, скажем, для начинающего, нежели, там, если человек захотел, начинающий захотел почитать Каледаса. Каледаса – это далеко не самый сложный автор, хотя он, конечно, ну, можно сказать, он классик, да, великий классик, но есть и поэзия значительно более сложная, чем Каледаса. То есть это получается некая середина условно Ромаина в плане сложности языка, можно сказать некое, можно ли сказать, что это середина? Ну, смотря между чем, я бы так не говорил, что середина, скажем так, я бы сказал, что после того, как мы достаточно долго читали Хитопадейшу, можно было бы, конечно, почитать ещё Паджатантру, но там разница небольшая с Хитопадейшой, там примерно всё в одном стиле написано. Я думаю, что хорошее эпос, читать какие-то эпические истории, это вот хороший такой переход, это следующий этап. Язык, конечно, более сложный, он сложен прежде всего тем, для тех, ну, допустим, для тех, которые вот привыкли уже постепенно у нас привыкли читать Хитопадейшу. В Хитопадейше есть какие-то части прозаические, которые перемежаются, опять же, шлоками. И я думаю, что наши студенты увидели, как иногда непросто бывает проинтерпретировать, ну, казалось бы, ну, что такое шлопка, да, 32 слога, да, некое высказывание. А сколько там всего бывает сокрыто смыслов, и эти смыслы, они не потому сокрыты, что вот они какие-то там, вот особо там тайно сокрыты, нет, просто язык так устроен, что, поскольку шлока это, ну, как бы сказать, это как любая ритмическая речь, да, которая вот по своим собственным законам, она организована, да, и, например, одним из принципов является такая вот краткость, да, краткость высказывания, в угоду которой, чтобы уместить, допустим, вот в эти 32 слога какую-то мысль законченную, ну, как сказано здесь, бывает незаконченная мысль, да, мысль идет дальше, но очень часто шлока это, некая законченная мысль, нужно, допустим, ну, какие-то вот вещи просто выпустить, там, какие-нибудь, там, не знаю, местоимения или союзы, да, и поэтому для начинающего бывает вообще любые шлоки, даже не говоря о каких-то более трудных размерах, трудно интерпретировать. Ну, а помимо вот этой черты, как я уже сказал, сравнения, да, сравнения, метафоры и композиты, да, здесь бывают, композиты даже, ну, я бы их не назвал, конечно, прямо вот какими-то очень сложными, ну, я думаю, что для начинающих они могут доставить целый ряд неприятностей, эти композиты, как и любые санскритские композиты, прежде всего, могу в Риге. То есть это будет более плотное знакомство с композитами? Это будет более плотное знакомство с композитами, и вообще это будет, ну, может быть, такая вот попытка навыкновения чтения именно эпических текстов, что если мы так вот натренируемся, скажем, там, за полгода или год или полтора года, зависит от желания участников, то, да, можно будет, я думаю, что через год, ну, так, если прикинуть, да, что можно ожидать от тех, которые вот если будут постоянно, если у нас это вот все-таки курс этот продержится, да, так, чтобы хотя бы человек 20, да, на него около 20, не меньше, да, чем больше, тем лучше, но регулярно бы ходило, то, я думаю, что участники увидят, вот, начиная вот с октября месяца и до следующей осени, я думаю, что как их умение понимать тексты оригинала, я думаю, что очень серьезно возрастет. И умение читать эпические тексты, это можно читать и Рамаяну, и Махабхарату, и, в принципе, любые, там, допустим, вот сборник Катхаса Рецагара, да, океан из Казани, в общем-то, тоже написан шлоками, оно штуком, да. Спасибо.